Понятие «печа-куча» имеет несколько значений. Первое, в переводе с японского, это болтовня. Второе, это легкий формат проведения конференций, который придумали 13 лет назад и с тех пор применяют в разных городах мира. И третье, это организация, которая безвозмездно предоставляет лицензию на проведение таких встреч. Формат «печа-куча» в Челябинске зашел в 2014 году. Мы решили попробовать сделать свои мероприятия. Но мы не делаем тематические «печа-куча», мы как раз-таки делаем их очень обширными. То есть есть и социальные проекты, есть и какие-то стартапы, есть и идеи, с которыми люди готовы делиться. Этой сферой урбанистики, архитектуры, дизайна, благотворительность, вообще все, что угодно. Город, события, иллюзия. Вот сегодня три составляющих как раз будут здесь, на этом мероприятии. Будут крутые ребята, которые ведут свои темы, рассказывают про эти темы. Будет крутое событие, на котором сегодня, собственно, мы находимся. И будет город. Во многих темах он сегодня представлен. Схема выступлений в формате «печа-куча» 20 на 20. 20 секунд отводится на презентацию, которую можно проиллюстрировать 20 слайдами. В данном случае спикеры говорили о новых подходах современного образования, проблемах урбанистики и ЖКХ, истории Челябинска, спортивных фигурах и так далее. Я выступаю с такой интересной и специфичной темой о переезде в Челябинск. Сама я из Екатеринбурга, много лет живу там. Село обстоятельств, определено село бизнеса. Мы с мужем переехали жить в Челябинск. В общем, многие говорят, что мы сумасшедшие. И ребята тоже тронуло наш переезд. Все интересовались, почему так вообще и как нам Челябинск. С этой темой я сегодня выступаю, рассказываю такие плюсы и минусы Челябинска. Но не с точки зрения архитектуры, дорог и так далее, а именно с точки зрения атмосферы, людей и движухи. То, что в Челябинске все полный кухляк, в Челябинске ужасная, кошмарная экология. Я даже ничего не понимаю. Я не могу честно определить, чем могут быть, которые люди отличаются по поводу Челябинске. Я пришел сюда рассказать о том, как я вижу подход современный к образованию. Насколько устарела традиционная система образования и как ее можно изменить, модифицировать для того, чтобы сделать более эффективной. Если мы спросим человека, для чего он учится, обычно он отличается для того, чтобы получить хорошую работу. Но, если честно, за 10 лет работы ни одного, кто пришел ко мне на собеседование, я никогда не попросил показать диплом и показать оценки. Можно пойти и заплатить деньги за платную стоянку, а можно соорганизоваться и снести ненужное здание, которое находится у нас во дворе. Президенция прошла успешно, оживилась публика. Собственно говоря, люди начали вступать в дебаты, в спор, потому что затронула была тема, которая действительно любит каждого из нас. Это тема о нашем доме и действительно о том, как счастливо жить в этом доме. И вопрос с капитальным ремонтом тревожит каждого жителя, не только нашего города и нашего региона, но и в целом всей страны. Любой посетитель интеллектуальной вечеринки может стать активным участником. Ведь для спикеров самое важное не только донести до аудитории свою презентацию, но и ответить на все вопросы зрителей. Ну, а если говорить о каких-то фишечках, то сегодня, мне кажется, впервые за Печекучей у нас появились подарки за вопросы. Это было у нас на других мероприятиях, на Печекучей, это никогда не было видно. Мы сегодня не говорим о каких-то грандиозных цифрах участников. Это всегда не меньше 350, но, как минимум, мне кажется, сегодня самая подготовленная аудитория, которая уже прошла 4 Печекучей, сегодня тоже точно знает, что ожидать и точно сможет дать обратную часть. Я сама не раз была и на стороне спикера, и мне всегда на самом деле такие вопросы, которые ставят ступор, они очень интересны. Потому что человек не шпарит какие-то заготовленные, банальные ответы, а вот эта вот пауза на лице, немножечко шевеление мозгов, которые, мне кажется, слышатся на всей аудитории. Это всегда очень интересно, такой незаготовленный экспромт. Поэтому, когда я задавала вопрос ребятам, мне тоже все-таки хотелось не просто, чтобы они ответили то, что очевидно, а узнать какую-то их все-таки сторону, какую-то неподготовленную, какую-то их настоящую реакцию. Печекуча – это не только новый формат вечеринки, но и волна креативных идей. Которые, возможно, после презентации обретут новую жизнь.